Здравствуйте, дорогие друзья. Необычно начинается неделя, начинается книга Вайкра. Мир устроен по книгам Торы, так говорят Каббала. Если сейчас началась книга Вайкра, книга Коэна, книга чистоты, книга святости, это значит наше задание, в отличие от предыдущего времени, сегодня заниматься своей душой. Человек должен вот на этот год, ему надо уже вот в этот период, именно в это время заняться своей душой. Потому что люди вот как бы думают, что кто-то вот там праведник великий, вот он там очищает, а я, кто я? Ничего подобного. Вот эта великая мозаика, потрясающая вот этой вот общечеловеческой всего, она состоит из разных-разных точек, в том числе и конкретного человека. Написали мудрецы, везде, где мы находимся, нам предстоит совершить что-то очень важное, о чем мы не имеем сведения, но это самое важное для неба, для земли именно в этот момент. Ценность каждого человека для неба одинаковая, потому что мозаика вот эта вот, каждый в этой мозаике одинаков. Важно верить в то, что нахождение человека в любом месте имеет смысл здесь, я не напрасно нахожусь, потому что я себя должен был не здесь или на земле, Бог бы уже решил иначе. Вы смотрите, что происходит, ведь как деградирует мир, еще там полторы сотни лет назад, любой человек, вообще теистов не был, любой человек, который, были всякие мерзавцы, но это совсем другое. Все люди понимали, что есть Бог, все люди верили в Бога и наоборот называли сумасшедшими тех, кто не верили. А сейчас совершенно наоборот, теперь уже тот, кто говорит что-то о Боге, смотрит на него, как на умолешенного. Это значит, что мир деградирует вообще окончательно. И заметьте, чем больше человек отдаляется от Бога, тем больше написано, вообще, это о нас с вами, дети потерянного поколения, тем больше каждый его шаг к духовности, к Богу, будет великой победой наверху вы оценен. А для этого, чтобы написано, что надо делать нам, как нам идти в этой святости, что нам делать, только одно написано. Никто не говорит, что надо строить горы, отрывать эвересты, нет. Написано первое, самое главное, внимание, самая главная тайна, надо находиться в хорошем настроении. Это религиозная обязанность. Находиться в хорошем настроении религиозная обязанность, потому что в плохом настроении человек вообще ни на что не способен. Мудрецы учат, что предварительным условием для любого приближения к духовности, к добру, это радость, потому что радость притягивает все хорошее, а скверно притягивается грустью, всякими вот этими депрессняками. Все это, это микробы, угрожающие духовности нашей. И с ней ты не можешь сдвинуться, если ты все время переживаешь, что будет вчера, что будет завтра, что будет сегодня. Да и у Бога есть свои планы, что так напрягаться. Это угрожает нашей связи с небом. Надо немедленно начинать войну, если ты чувствуешь плохое настроение, какой-то микроб подавленности, чувствуешь, даже вот просто начинает падать. Немедленно хватаешь, что у тебя? Одна книгу надо, один фильм смотрит, музыку. Немедленно это все, это как лекарство. Вся эта грусть, все эти, они загрязняют душу человека. Они, написано, что Бог ненавидит вот этих вот, как бы, вечно ноющее такое, вечно депрессняковое. Знаете, на истории Левицких из Бердичева, знаменитый такой заступник от всех людей. Видит, человек стоит, старая история, шаббат, смотрит, курит. Он подходит, говорит, уважаемый, дорогой, ты знаешь, что сегодня суббота, может, я не знаю, что-то, конечно, знаю, конечно, суббота. Он говорит, слушай, может, ты не знаешь, что нельзя курить в шаббат? Он говорит, да знаю, прекрасно. Он останавливается, поднимает глаза в небо, говорит, отец небесный, посмотри, самый последний из твоих детей, да, враг не хочет. В этой истории огромный урок, да, это всем кажется, ну что тут такое, да, не, 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 в любых обстоятельствах надо искать положительные моменты. Равин ведь не прощал нарушения шаббата и не там что-то делал. Он просто увидел положительный момент, он искал положительный момент в каждом действии, в каждом человеке, в каждой... Так и нам, надо в себе искать тоже положительные моменты, и в людях искать. Надо выискивать только положительные вещи, это цель пребывания нашего на земле. Не строить какие-то замки, не перекрывать реки, а вот именно это. Написано, что каждый человек, если ты находишься на земле, у тебя уже есть миссия. Человек, который закончил миссию, он уходит из этого мира. Если ты здесь на земле, то есть у тебя вообще потрясающая ситуация. Бог знает, что ты есть, он тебя послал, он следит за тобой, ты уникален. Уникален, потому что без тебя это великая картина мира, не полная. И это знание о том, что там, где ты находишься, это место, чтобы Бог хотел, чтобы ты был здесь. Чтобы ты именно теми обстоятельствами, которыми у тебя силами, теми у тебя возможностями служил. Вот ни больше, ни меньше, ни тогда. Вот это есть потрясающе, да? Потрясающе, от одного этого можно начать радоваться и танцевать. Ну и последнее, написали мудрецы, что если бы человек знал, как на небе расценивается самое маленькое его усилие по направлению духовности движения, какой свет мы с вами, вот маленький человечек, рождаем, и как этот свет помогает бороться со всей этой нечистью в мире, мы бы с утра до вечера находились в хорошем настроении и учили Тору брахавы от слоха, хорошие недели и хорошие нам попытки очищения души. Спасибо. 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 Спасибо.